всем привет гости подписчики моего канала с появлением этого рецепта у меня решилась две проблемы первое я теперь не ломаю голову что сделать на скорую руку на завтрак и второе куда деть лишний батон если домочадцы не успевают съедать его вовремя очень и очень легкое блюдо уходит минут десять-пятнадцать на готовку очень рекомендую вам если вы еще до этого не пробовали это блюдо наше с вами приготовление начнем с того что нарежем хлеб кубиками в идеальном варианте батон должен быть свежим в холодильнике у меня завалялся багет поэтому нарезаю багет отставляю его в сторону и теперь беру одно куриное яйцо слегка взбиваю вилкой к этому яйцу добавляем 150 граммов молока комнатной температуры слегка опять взбиваем солим по вкусу в глубокую емкость отправляем нарезанный батон чтобы пицца получилась удачная самое главное в этом люди хорошо пропитать батон поэтому заливаем батон яично-молочной смесью хорошенько перемешиваем и оставляем в сторону не меньше чем на 5 минут за это время мы с вами подготовим следующие ингредиенты колбасу натираем на крупную терку всегда в холодильнике заготавливаю замороженные помидоры поэтому в рецепте я нарежу пол помидора замороженного если у вас свежий конечно свежий будет еще лучше сковородку слегка смазываем растительным маслом я уверена в качестве своей антипригарной сковородки поэтому лишним маслом продукт не заливаю выкладываем пропитанный яично-молочной смесью батон на сковородку и тщательно распределяем в один слой чтобы не было никаких пропрешин с первый слой после батона у нас идет помидор хорошенько его тоже впихиваем в батон смазываем любым соусом кетчуп майонез вообще все что у вас есть в холодильнике по вкусу можете комбинировать тоже будет очень вкусно на этом этапе можно добавить перец или любые другие приправы потом у нас идет тертая колбаса чем больше колбасы сыра соответственно тем вкуснее этот завтрак будет каждый слой мы равномерно раскладываем не заходя за бортики если вы не любите допустим сыра копченую можете в этом рецепте заменить ее на вареную колбасу натираем сыром сыра вот точно не жалейте потому что это самая изюминка и самый вкус этого блюда ну и теперь осталось дело за малым после того как мы с вами равномерно распределили все продукты слоями накрываем нашу пиццу крышкой и отправляем на самый маленький огонь готовится она под крышкой в районе 10 минут как только сыр расплавился наше блюдо готово ставим чай кофе и приступаем к подаче нашего вкуснейшего завтрака кто ни разу не пробовал и не поймут из чего мы приготовили данную пиццу потому что по вкусу она ничем не отличается от той пиццы которую мы будем с вами раскатывать из теста пицца получается вкусная с тянущимся сыром тесто не разваливается и во рту она просто тает это очень вкусно я готовлю не первый раз и когда мне нужно быстро что-то приготовить а в голове ноль идей готовлю это блюдо и вам советую уверена что этим рецептиком вы будете пользоваться снова и снова потому что на самом деле это очень вкусно не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал это лучшая благодарность за данное видео всем приятного аппетита и до скорых встреч всем пока пока